Россияне очень заинтересованы в саудовских инвесторах, в которых видят деловых партнеров. И, по правде говоря, мы вошли во многие российские компании, о чем поговорим далее. И, конечно, я не единственный инвестор. Есть много инвесторов в частном секторе и в компаниях. Плюс есть ожидания многих независимых фондов о том, что ожидаются инвестиции примерно на 1 триллион рублей от саудовских компаний в будущем в частный сектор. Как российские бизнесмены могут начать пользоваться услугами банковского сектора в Саудовской Аравии? Российские бизнесмены могут открывать счета в саудовских банках, могут пользоваться всеми финансовыми услугами, могут получать дополнительное финансирование на инвестирование, могут покупать недвижимость, пользоваться рассрочкой и так далее. И, как я уже отмечал выше, в Саудовской Аравии есть финансовые и инвестиционные фонды, которые помогают иностранным инвесторам. Если, например, к нам приезжают бизнесмены, желающие инвестировать в определенные секторы экономики, то саудовские фонды поддержат их дополнительным финансированием на 50%. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Спасибо большое. Это наша первая встреча, но мы с вами уже давно на связи. Я всегда думал, почему вас интересует Россия? Вы бизнесмен и международный инвестор на международном уровне. Вы были в Европе и в других странах. В чем заключается ваш интерес в инвестировании в российскую экономику? Вначале я хочу поблагодарить вас за то, что организовали эту встречу и дали мне возможность поговорить. Российский сектор экономики считается очень прибыльным сектором для каждого инвестора. В российском секторе инвестиций много своих особенностей и налоговых послаблений со стороны государственной системы. Плюс нет никаких трудностей для иностранного инвестора в его инвестировании в российскую экономику. И нет проблем с вывозом своего капитала за рубеж. Прежде всего мы много слушали новостей о возможностях инвестиций в российскую экономику от различных иностранных инвесторов, специалистов, экономистов и от государства об облегчениях в инвестировании в российскую экономику. И мы вошли в российский рынок инвестиций и, честно говоря, нашли его очень привлекательным для любого инвестора. Скажите, пожалуйста, вы единственный арабский инвестор в российскую экономику? Или вы знаете других арабских инвесторов из других арабских стран? И выросло ли количество арабских инвесторов за последние годы? Да, конечно, я не единственный инвестор. Есть много инвесторов, которые на этот рынок пришли намного раньше меня. Конечно, есть много двусторонних деловых и экономических советов. Если мы будем говорить о Саудовской Аравии и России, также есть много арабских экономических советов. Но со своей точки зрения я говорю об инвестициях в различные сферы российской экономики. Это то, ради чего мы приехали в Россию, где увидели много возможностей. Россия предлагает разные виды инвестиций и также предлагает значительные облегчения, которые мотивируют нас инвестировать в РФ. Плюс россияне очень заинтересованы в саудовских инвесторах, в которых видят деловых партнеров. И, по правде говоря, мы вошли во многие российские компании, о чем поговорим далее. И, конечно, я не единственный инвестор. Есть много инвесторов в частном секторе и в компаниях. Плюс есть ожидания многих независимых фондов о том, что ожидаются инвестиции примерно на 1 триллион рублей от саудовских компаний в будущем в частный сектор. В какие отрасли экономики будут направляться эти инвестиции? Экономика России разнообразна. Ваша страна считается первой страной в мире по запасам природных ресурсов. А Саудовская Аравия по объемам природных ресурсов находится на третьем месте. Поэтому между нашими странами есть сближение, которое подразумевает двустороннее сотрудничество в разных областях промышленности, торговли, техники и тому подобного. Сфера инвестиций в России очень широка. Все мы услышали заявление от заместителя премьер-министра России господина Новака, где он сказал, что объем товара оборота между Россией и Саудовской Аравией вырос на 20% в 2023 году, а за первые шесть месяцев на 22%. И у нас есть прогноз того, что объем товара оборота инвестиций будет расти как между Россией и Саудией, так и между Россией и странами Арабского залива в целом. Шейх, знаете ли вы историю взаимоотношений между Россией и странами Аравийского полуострова? Например, в прошлом году исполнилось 1380 лет, как арабы появились на землях Кавказа, на землях Дагестана в эпоху Умра ибн Аль-Хаттаба. И тогда на территорию Кавказа переселились более 100 тысяч арабских семей из различных регионов арабского мира, из Хиджаза, Палестины, Сирии и тому подобного. Все эти семьи жили в Дагестане очень долго. Даже во времена Советского Союза в Дагестане были села-жители, которых говорили по-арабски. И арабы являлись одним из многочисленных народов на территориях, которые потом вошли в Советский Союз. Эта история очень длинная и долгая. Но очевидно, что между Россией и арабами были культурные, научные, духовные и религиозные связи. Есть большое сближение ко всему сказанному. Уважаемый Руслан, я хочу добавить, что в России безопасность общественной жизни находится на высоком уровне. Все жители, вне зависимости от национальности, религии, политики, пользуются равными правами. И это является одной из причин успеха российской модели. Так как в обществе нет глубоких разделений и различий. Все живут друг с другом в добрососедстве и уважении. Те, кто приезжают в Россию из-за границы, они это видят и замечают. Они видят, что в России стабильность и что здесь нет проблем во взаимоотношениях между людьми. Это также играет большую роль в привлекательности иностранных инвестиций, так как иностранные инвесторы видят, что здесь стабильность. А это решающий фактор в инвестировании. К тому же государственная власть, да и жители России в целом, например, не видят угрозу в иностранном инвесторе. И в обществе нет разделений по национальному, религиозному и расовому признаку. Это все дает России жизнеспособность. И поэтому это все мотивирует иностранных инвесторов в инвестирование в российскую экономику. Так как инвесторы, видя стабильность, уверен в своей прибыли. В этом плане в России может быть реализовано много перспективных проектов. Я слышал от российских бизнесменов, что многие из них готовы переехать в страны Ближнего Востока и готовы жить и работать там. И они также готовы инвестировать свои инвестиции в экономику арабских стран. И мы знаем, что у россиян и России есть возможности в IT-технологиях и в других технологиях, например, в машиностроении, в создании оружия и так далее. Насколько заинтересованы арабские бизнесмены в этих российских технологиях? Нет никакого в этом сомнения. Российские товары и технологии интересны не только арабам, но и всему миру. Честно говоря, я хорошо знаю положение и состояние России. Я давно изучаю здешнее положение и положение в странах СНГ в сфере инвестиций. И эти страны очень привлекательны для иностранных инвесторов. Но многие иностранные инвесторы до сих пор остаются в большом неведении об этих странах и их возможностях. В России используются в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах передовые технологии, о которых мы слышали и знаем, что они востребованы во всем мире. В России есть также и совместные производства. Например, недавно в своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии в одном из интервью сказал, «Нам необходимо сотрудничать с Россией во всех сферах». И в этом плане между нашими странами есть большое продвижение вперед. И я хочу еще сказать, что во время этого визита с помощью Всевышнего мы приобрели 50% одной из российских IT-компаний и стали их партнерами 50 на 50 через одну из наших компаний в Британии. И вскоре мы планируем открыть Саудовскую компанию в области IT и искусственного интеллекта. И это все благодаря российским разработкам и технологиям. Вопрос переезда российских бизнесменов в арабские страны, особенно в Саудовскую Аравию, также интересен. Сейчас, по правде говоря, мы живем в век великого подъема и великих возможностей. Мы живем в эпоху настоящей революции в области технологий и инвестиций. Оттого и Саудовская Аравия стремится стать экономическим и технологическим центром для многих стран мира, ищущим возможности для инвестиций. Мы в нашей стране предлагаем иностранным инвесторам привилегии, которые они, возможно, нигде больше не найдут. Об этом, к сожалению, российские бизнесмены, да и бизнесмены других стран, не знают. Какие за привилегии Саудовская Аравия может предложить иностранным инвесторам? Мы говорим здесь об инвесторах в общей форме. Разрешите мне, уважаемый Руслан, внести некоторые пояснения, касающиеся этой темы, так как российские бизнесмены мало что слышали о них. Саудовская Аравия, слава богу, в современную эпоху предлагает большие привилегии и облегчение иностранным инвесторам. Иностранный инвестор имеет право войти в рынок Саудовской Аравии и инвестировать в любую местную компанию. Ему также дается право на стопроцентную прибыль. И таких привилегий, предлагаемых иностранным инвесторам, сейчас очень много. Представьте, например, я как иностранный инвестор вхожу на саудовский рынок и могу получить дополнительное финансирование от саудовских финансовых фондов в размере 50%. И эти финансы я могу инвестировать в свои проекты и получать прибыль. В отдаленных районах Саудии мне как инвестору предоставят дополнительное финансирование в объеме 70% на мои проекты. Также мне как инвестору дадут налоговые послабления и также площадки для развития инвестиционных проектов. Причем это площадки высокотехнологичного развития урбанистики и инфраструктуры по международным стандартам. И, как вы знаете, Саудовская Аравия в 2023 году была на первом месте в регионе по темпам экономического развития. И она входит в десятку стран с развитой экономикой по инвестиционной привлекательности. Любой инвестор может войти в рынок Саудовской Аравии абсолютно свободно. Он может даже получить вид на жительство в нашей стране, если ему это необходимо. Но он может также привезти сюда свою семью, родственников и жить вместе с ними в нашей стране. Могут ли российские бизнесмены в Саудовской Аравии пользоваться исламскими банками и банковскими услугами по исламским стандартам? Да, конечно. Вы наверняка знаете, что Россия сейчас открыта для внедрения в экономическую систему стандартов исламского финансирования. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о запуске эксперимента по внедрению стандартов исламского финансирования в России. Именно поэтому российских бизнесменов интересует, как они могут выстроить взаимодействие с исламскими банками в Саудовской Аравии. Так как многие мусульмане из России посещают Саудовскую Аравию ради паломничества. И при этом многие из них готовы запустить в Саудовской Аравии экономический проект. Как российские бизнесмены могут начать пользоваться услугами банковского сектора в Саудовской Аравии? Российские бизнесмены могут открывать счета в Саудовских банках, могут пользоваться всеми финансовыми услугами, могут получать дополнительное финансирование на инвестирование, могут покупать недвижимость, пользоваться рассрочкой и так далее. И как я уже отмечал выше, в Саудовской Аравии есть финансовые и инвестиционные фонды, которые помогают иностранным инвесторам. Если, например, к нам приезжают бизнесмены, желающие инвестировать в определенные секторы экономики, то саудовские фонды поддержат их дополнительным финансированием на 50%. Притом инвестор может инвестировать как самостоятельно, так и в партнерстве с гражданами Саудии или в партнерстве с саудовской компанией. И для саудовских инвестиционных фондов нет разницы, на какой именно формат выделять финансирование. Сейчас в Саудии все больше открываются инвестиционные фонды, поддержкой и помощью которых могут пользоваться любые иностранные инвесторы. И любой бизнесмен из России или другой страны может приехать в Саудовскую Аравию и изучить все возможности, предоставляемые местными инвестиционными фондами. Любой иностранный бизнесмен может перевести любую сумму в Саудовскую Аравию с намерением последующего инвестирования, и он может заниматься любым видом коммерческой деятельности. А что касается иностранных мусульманских бизнесменов, то они имеют право даже покупать и управлять землями и гостиницами рядом с заповедной мечетью в Мекке. Как видите, у нас очень много облегчений для инвестиций, и я желаю, чтобы все российские и зарубежные инвесторы знали, что Саудовская Аравия очень привлекательная страна для инвестирования. О, шейх! Еще хотел бы отметить, что Россия, как страна, сильна не только технологиями и многочисленными образовательными программами. Россия также сильна и в области профессионального спорта. Столько чемпионов, сколько у нас в борьбе и единоборствах, нет, пожалуй, ни у одной другой страны. Один Хабиб Нурмагомедов и его команда чего стоят. И мы слышали, что спортивная команда Хабиба Нурмагомедова готова тренировать в Саудовской Аравии ваших спортсменов и бойцов. Эта инициатива ведь тоже могла бы дать жизнь целому направлению сотрудничества между нашими странами. Да, вы правы. Как бы подобную инициативу по развитию сотрудничества с кавказскими и дагестанскими чемпионами России восприняли обычные жители Саудовской Аравии? На самом деле Россия имеет глубокую историю побед и достижений в спорте. В Олимпиадах и других мировых первенствах Россия на первом месте. И Россия одна из первых стран по спортивным медалям. Если мы посмотрим на чемпионов из Дагестана и других республик Кавказа и на то, чего они достигли, то это свидетельствует об их невероятной самоотдаче и даже героизме. Я хочу даже сам просить их и дать им братский совет, чтобы они как можно более активно создавали спортивные академии для работы с арабскими странами. Я даже лично готов пригласить их посетить Саудовскую Аравию. Развитие спорта в Саудии сейчас является одним из приоритетных направлений развития страны и находится под прямым контролем руководства Саудии. И в рамках революционной стратегии будущего развития Саудовской Аравии до 2023 года инвестициям в развитие спортивной отрасли уделяется огромное значение. В рамках этой стратегии Саудовская Аравия уже провела четыре мировых чемпионата и планирует провести еще больше в ближайшем будущем. Для многих звезд мирового спорта Саудовская Аравия стала очень привлекательным местом для продолжения своей спортивной карьеры. И поэтому в плане перспектив развития спорта Саудовская Аравия является самой передовой страной Ближнего Востока. И, конечно же, мы ждем с распростертыми объятиями спортсменов и чемпионов из Дагестана, а также из других республик и регионов России. Спасибо, Шейх, за интересное интервью. Было очень приятно с вами пообщаться. И мы искренне желаем, что в ближайшем будущем наши страны через взаимные инвестиции будут наращивать свое экономическое и технологическое развитие. С помощью Аллаха. Я, уважаемый Руслан, хочу еще раз подтвердить, что между нашими странами уже идет существенное сближение по многим позициям. И я по своей работе узнал, что российский народ добрый и отзывчивый. Он очень гостеприимный и с теплотой относится к тем, кто приезжает к ним в гости. И я советую всем арабским бизнесменам как можно шире развивать сотрудничество с Россией. Большое вам спасибо. Возможно, мы встретимся с вами очень скоро в самой Аравии. Для меня это будет честью. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.